Народная музыка — Ведь я тоже народник, я тоже баянист вообще, и, конечно, народные инструменты, они очень широкие вообще, в принципе. Но вот наша кафедра уникальная, потому что когда её создавали в 2012 году, она единственная в России кафедра национальных инструментов народа в России. У нас гусли звончатые, у нас гармонии русские, которых очень много из разных регионов. — 25 видов там, наверное. — Да, очень много. — Итальяночки всякие, там вот тося с колокольчиками. — Да, совершенно, да. Саратов. И, кстати сказать, ребята осваивают ещё и вот эти духовые. — А есть какое-то количество вообще, сколько вообще видов национальных инструментов? Просто интересно для статистики. — Вы знаете, это невозможно, невозможно перечислить, потому что у нас громадная страна, у нас столько национальностей, и у каждой национальности, и даже у одной национальности в разных регионах разные инструменты музыкальные. Перечислять их невозможно. Созданная наша кафедра национальных инструментов народа в России пока занимается только двумя инструментами. Гармоний нашей российских из всех регионов. Их много. Саратовская, Ливенка, Елецкая, Хромка, так сказать, ещё много других, о которых может рассказать, так сказать, наш гармонист. — Как интересно. — И гусли только звончатые. Для того, чтобы наша кафедра развивалась серьёзно, для того, чтобы мы потом ещё присоединяли освоение инструментов, чтобы готовить, так сказать, в этом направлении высокопрофессиональных исполнителей, она должна расширяться. — Потребуется очень много времени. Но кафедра у нас, она уникальная, потому что у нас, так сказать, в отличие от всех учебных заведений, так сказать, высших и средних в России, у нас около 30 студентов, которые играют в нашем оркестре национальных инструментов. Половина из них — это гармонисты, половина из них — гуслиры, и мальчики, и девочки. Но они не только играют, они ещё и осваивают инструментально-певческое направление. — То есть, подождите, как это выглядит? Оркестр гармонистов-густлеров? — Нет, он называется Оркестр национальных инструментов. Там сидят и гармонисты, там сидят густлеры, там мы используем баян, используем, так сказать, в общем, некоторые другие духовые инструменты, только национальные инструменты, жилейки там и так далее. — Сумасши. А в косоворотках к вам можно ходить на занятия? — Конечно. — Разрешается? — Конечно. Мы будем очень рады. Мы сейчас, так сказать, с ребятами заказали костюмы для наших выступлений. В концертах. И будем рады, если вы придёте к вам. — Мне кажется, это интересно действительно создать такой коллектив, который может поспорить с привычными, скажем так, оркестрами народных инструментов. Что-то такое будет своеобразное, а и за границей, мне кажется, вообще это будет на ура. — Вы знаете, очень интересный вопрос. Мы постоянно занимаемся ещё и проведением научных конференций. Мы постоянно говорим. Мы не боремся. Мы понимаем прекрасно, что в развитии сейчас нашей социокультурной среды вообще для нашей молодёжи совсем разные интересы. И мы абсолютно не против, так сказать. Мы не воюем с военистами. Мы обожаем это всё. Но мы прекрасно понимаем, как он идёт в своём направлении развития в академическом. — А мы должны сохранять, так сказать, вообще это всё. Наши национальные традиции. Это не только, так сказать, наше духовное качество, ребят. Это ещё и национальное, это ещё и политическое, я бы сказал, сохранение нашей страны. — Да. Дискотеки под гармонь. Вернуть срочно в Саратов. Нет, вообще это, правда, очень интересно, потому что я знаю, что в разных музыкальных академиях мира у них есть такие факультеты, где они поддерживают, сохраняют вот эти традиции музыкальные. Допустим, африканские инструменты они изучают и какие-то такие. Чтобы это просто не умерло. — Ну, они объединяют все, у нас даже в России во всех учебных заведениях, это кафедра народных инструментов, это факультет народных инструментов, а у нас отдельно, потому что у нас, так сказать, есть факультет баяна, аккордеона народных инструментов, там дом рыбалалайки и гитары, а у нас отдельный совершенно факультет фольклорного искусства и продюсерства, кстати сказать, потому что это же движение вперёд. И у нас кафедра национальных инструментов народа России, она отдельная совершенно, хотя мы, конечно, объединены, мы все, так сказать, прекрасно понимаем. — Всё, я срочно хочу прийти на концерт и послушать аутентичное исполнение о национальных инструментах России. Спасибо, очень интересный рассказ. — Спасибо вам. — И сразу у меня в гостях преподаватель кафедры национальных инструментов России Ольга Васильева. У вас гусли какие? Это какие-то классические или особенные? — Ну, это гусли звончатые, это вот такой академический, можно сказать, вариант, да, современный вид гусли. — На которых играл Садко? — Ну, он играл не совсем на таких, потому что раньше гусли были всего там 5-7 струн было, а сейчас 17 уже. И это, видите, появились новые приспособления для гусли, которые позволяют увеличить и репертуар, и возможности... — Хорошо темперированные гусли, да? — Практически, уже хорошо. — И много у вас студентов? — У меня достаточно. У меня, по-моему, 10 студентов, не меньше, которые учатся в академии. Сейчас еще в училище появились студенты. — Наверное, они приходят, это какие-то орфисты или откуда они к вам приходят? — Нет, это гуслиры, именно гуслиры, которые музыкальную школу закончили, училище закончили. — По классу гусли? — Да. — Вот так вот, так и у нас традиция. Не могу отказать себе удовольствие и попросить вас сыграть что-нибудь. — Спасибо. — Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Мы продолжаем разговор о народной музыке Сар, директором проекта «Гнесин Этно» Иваном Шрамковым Иван, как вам пришла в голову такая чудесная мысль? Сделать прям целый это же как фестиваль будет, да? Да, это, конечно, действительно большое движение Которое мы замышляли не в одиночестве Потому что хорошая идея не все в воздухе Но когда люди хорошие объединяются То они обретают какую-то плоть и явь Так и в этом случае это инициатива Академии Гнесиных Поддержанная и ректором Галины Васильевны Майровской И поддержанная фондом Фридриха Липса И, конечно же, опирающаяся на мощное движение Которое сегодня сконцентрировано на кафедре национальных инструментов Потому что, как уже говорилось Подобного по масштабу вот такого образовательного центра Не только практического, но и теоретического, и концертного его нет Поэтому была такая мысль, оформлилась в то, чтобы сделать такое направление На основе Академии Гнесиных Объединять наши ведущие национальные коллективы Наших солистов, причем в разных жанрах То есть есть историческое, аутентичное направление А есть отражение современности Глазами музыкантов, которые играют на Курае На Кылкубизе На самых разных инструментах На чем? Кылкубиз Мы чуть позже, я думаю, что даже дадим зрителям возможность услышать А еще есть етага И иногда называют етаган В общем, это целый мир звуков Причем, что интересно, что Может быть, они не столь порой совершенны С точки зрения каких-то возможностей акустических Но в них какая-то метафизика зашита Что даже когда 2-3 струны начинают играть Ты чувствуешь какие-то вибрации Которые тебя незримо соединяют Со всем, что было до тебя Этносом, уходящим корнями вглубь земли Нет, я вообще очень люблю всякую этническую музыку Мне вообще кажется, что, знаете, вот если со второго такта Начать его слушать или со слабой доли Ты вообще не поймешь Ирландская эта музыка Эфиопская Шотландская Очень многие музыканты делают микс Я вот знаю, проект был Шотландские барабаны Волынки с африканскими барабанами Или что-то такое А наши вот эти национальные инструменты знают Пожалуй, только люди в экспедиции, которые ездят Или в какие-то туры на Алтай Или куда-то там в Якутию А вы это все хотите привезти к нам сюда В центр Москвы Да, показать в сердце столицы В Академии Гнесиных Как это может звучать само по себе Как это может дополняться звучанием оркестра На самом деле, дальше планы К кафедре национальных инструментов И ведущим коллективам Добавлять какие-то, как сейчас принято говорить, коллаборации То есть дополнительные взгляды на то Что еще можно услышать Вслушиваясь в историю, в музыку наших народов В эти инструменты Потому что инструменты — это дерево, это вибрация Это действительно какая-то энергетика Я только за, потому что путешествовать по России дорого А вот услышать, так сказать, звуки России Это доступно Я сейчас не буду анонсировать Но вообще глобальная идея В том, чтобы это сделать во взаимосвязи Потому что вот есть Академия Гнесиных Есть наши прекрасные, многочисленные, разнообразные регионы И через кросс-культурное сотрудничество Дальше в идеале На самом деле, почему бы и не сделать экспедиции Что называется, с погружением Ведь сейчас уже есть туры туристические Когда ты не просто едешь посмотреть город А ты, по крайней мере, знакомишься с инфраструктурой А как максимум с культурой В принципе, на базе как раз-таки Аж двух факультетов в Академии Гнесиных Факультет продюсерства И кафедра менеджмента музыкального искусства Вот такие тоже проекты прорабатываются Потому что внимание корням Внимание туризму уделяется И Академия Гнесиных, я думаю, имеет все шансы быть Впереди трендов Это здорово, потому что изучать историю И разные этносы России На примере музыки, по-моему, такого еще не делали Ну, по крайней мере, в советские времена делали Я вот помню, устраивали фестивали Там каких-то молодежи и студентов Когда приезжали люди В национальных костюмах С национальной едой Со своей музыкой, песнями, танцами Все это устраивалось в парке Горько Все ходили, смотрели вот с такими глазами Когда у тебя нет возможности поехать Там на крайний север или на крайний юг А все это приезжает сюда Мне кажется, это очень симпатично Ну, а зарубежные планы у вас какие-то есть? Гастроли, может быть, или что-то такое Планов громадье, но, как говорится Хочешь осмешить Бога? Давайте тогда расскажем о первом концерте Он будет 29 октября И как раз там будет оркестр Национальных инструментов из Башкар-Тастана Да, это будет такая музыкальная Визитная карточка республики Очень яркий коллектив Который соединяет в себе инструменты И национальные, и симфонические И вот то, что я говорю Что это живая история, живая традиция Это не этнография в чистом виде Когда у вас ездили в экспедицию Записали, как оно было там Мы ведь сегодняшние люди, мы живем в 21 веке Сохраняя любовь к этим инструментам Мы способны наполнить их новым звучанием Новым прочтением, новыми аранжировками И вот как раз там очень яркий, незаурядный музыкант Стоит во главе этого коллектива Ленарда Влетбаев И, собственно, много программ разных Они инициировали И эту идею тоже мы обсуждали вместе с ними Поэтому этот коллектив И его солисты, Курай И ансамбль Курайистов Кылкубыс Етага, Етаган Еще называют это Такие древние, как гусли Ну, вот это надо увидеть и услышать Я вам верю Я, знаете, я была в престуре в Китае Нас повезли в средневековый город Где снимали вот этот крадущийся тигр и дракон И там был оркестр органистов местных Которые вот в таких раковинах Оттуда торчат трубы Они в них дуют В национальных костюмах Это просто вообще такой отвал башки Это так интересно и красиво Мне кажется, что вот мы своих-то традиций не знаем Это и есть цель проекта Показать это все в сценической форме В форме профессионального искусства И мы здесь работаем с молодыми менеджерами Чтобы привлечь к этому внимание И спасибо вам Что мы получаем информационную ту же поддержку Потому что это как минимум интересно А как максимум достойно Чтобы больше окружать нас А дальше пусть человек сам выбирает Что ему дорого Просто если нет такой возможности То как выбрать Поэтому цветы должны расцветать все И мы будем заботиться Чтобы национальные наши яркие цветы Цвели ярче, чаще Ну давайте посмотрим фрагмент Оркестра как раз и Ленара 29 октября мы будем рады приветствовать вас На прекрасном мероприятии Внесин этно На котором мы покажем Наши прекрасные национальные башкирские инструменты Кубыс, Думбура, Курай И мы продолжаем разговор о музыке С играющим тренером Преподавателем кафедры национальных инструментов России Павелом Ухановым Павел, что это за инструмент с вами? Здравствуйте, у меня в руках настоящая русская гармонь Двухрядная гармонь-хромка Только эта гармонь-хромка не та, которая хромает Это современный инструмент Да, он традиционный Но даже по внешнему виду Вы понимаете, что это инструмент современный И благодаря современной конструкции И своим техническим возможностям На нем можно играть совершенно разную музыку А где теперь такие делают вообще? Это у нас основное производство Крупнейшее в мире Фабрика Тульская гармонь Причем мы совместно разрабатываем инструменты То есть вы еще и как ученые Проектировщики выступаете? Ученые громко связаны, конструктора То есть благодаря тому, что сейчас стали появляться профессиональные музыканты-гармонисты Что появляются все больше и больше учебных заведений Где учатся играть на гармонике Появилась потребность в совершенствовании инструмента И гармоника, и сейчас появляются новые модели Конечно, даже не только пряники и пушки Вот еще тульская гармошка, точно Очень красиво и нарядно выглядит А много ли у вас студентов обучается? Дети вообще хотят учиться? Молодежь хочет учиться на гармошке Просто это очень необычный инструмент в современном мире Да, у меня в настоящее время 11 студентов Из разных городов Причем есть и те, которые рядом Из Орла, из Смоленска А есть, которые издалека Из Красноярского края, например Все ребята очень жаждут учиться Хотят совершенствоваться Хотят выступать Вот мы сейчас активно готовимся К выездным концертам кафедральным Все ребята в таком приподнятом настроении находятся И очень активно репетируют Ну хорошо, если, скажем, классический баян Я знаю, что он очень дорого может стоить Он звучит практически как орган Уже на нем можно играть баха и там все что угодно То какой репертуар играет на таком инструменте И вообще должен ли солист выглядеть в бабочке Там, например, в классическом виде Или он может прийти в каком-то более народном виде Смотрите, вообще на самом деле Баян — это одна из разновидностей гармоники Всего лишь одна Да, она самая совершенная, но одна А вообще гармоник раньше существовало более ста разновидностей У нас страна богатая на разные культурные составляющие В каждом регионе свои песни, свои лады И поэтому в каждом регионе бытовала своя разновидность гармоники Вот Александр Сергеевич, руководитель нашей кафедры Уже упоминал про гармонику ливенка Это из города Ливны Это очень интересный инструмент Он может быть диатоническим, может быть хроматическим У него очень длинный мех, можно не только исполнять какие-то протяжные мелодии Но даже делать своеобразные трюки То есть такой эксцентричный в некотором роде инструмент Чисто народный Есть гармоники черепашки Такие миниатюрные маленькие гармончики Самая маленькая, как спичечный коробок Есть гармоника саратовская с колокольчиками Пятиголосная, она вроде бы маленькая Но забьет любой самый большой дорогой баян То есть я обычно, когда общаюсь с людьми Или провожу мастер-классы Рассказываю про это многообразие И показываю, что баян, да, это наш самый мощный инструмент Король гармоника Один из А гармоника, получается, это огромный мир И это вот у меня одна гармошка А в домашней коллекции у меня более 30 инструментов Они все разные И некоторые из них, кстати, будут звучать не хуже баяна, а даже лучше Это сколько же пыли с перламутра ветерать Ну, не могу не попросить вас что-нибудь сыграть Расскажите, что вы нам исполните Этот инструмент у меня, хоть и выглядит современно Но все-таки традиционный, с традиционным звучанием Поэтому я сыграю пьесу орловского композитора Евгения Петровича Дербенко Кстати, в этом году у него юбилей 70 лет А пьеса называется «Веселей, играй гармонь» «Веселей, играй гармонь» «Веселей, играй гармонь» И это было все о народной музыке Но мне кажется, что таких музыкантов Нужно не только слушать и приглашать к нам в гости Но и ходить, смотреть их на концерты Чего мы вам и желаем Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok